Праздники и череда выходных дней, так называемые зимние каникулы, прошли без серьезных нарушений. Об охране общественного порядка доложил начальник полиции по городу-курорту Андрей Терехин. Силовики работали в усиленном режиме в этот период. Итог – более тысячи новогодних мероприятий прошли без происшествий. Подробный отчет о проведении культурно-массовых праздников предоставила заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. Глава города-курорта Сергей Сергеев поблагодарил ответственных и причастных к организации проведению мероприятий за работу. Я хочу все-таки поблагодарить всех, кто работал в праздничные дни и обеспечил большинству людей нормальный отдых. Я хочу поблагодарить и Несковцев за то, что они предоставили безвозмездно в долг трансформаторную подстанцию, которую мы установили, они установили на Белорусском 8. И надо продолжить эту работу, потому что ТПшку-то отдать надо. Проектная документация строительства подземного пешеходного перехода в станице Анапская готова. Следующим шагом должна стать разработка детального плана графика реализации этого проекта. Такое поручение специалистам курируемых служб дала первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Также мы должны подготовить с вами конкурсную документацию, финансирование и план график реализации. Здесь я попрошу максимально предложение внести по плану графику, так как это в итоге будет связано со следующим отопительным сезоном. Речь о микрорайоне Киблерово, где каждый год с наступлением осени возникает проблема с теплоснабжением. Местных жителей сделали заложниками коммерческих интересов. Фирма, эксплуатирующая котельную и ресурсоснабжающая организации, не могут договориться о цене. Строительство муниципальной котельной кардинально решит эту проблему. Управлению образования поручено проанализировать все заявки на реконструкцию Анапских детских садов. Заявки без проектов и положительной резолюции в работу не допустят. В планах на 2015 год введение полутора тысячи мест в детских садах. Проекты готовы на 780 мест. Еще одно поручение первого вице-мэра в максимально короткие сроки подготовить проект по восстановлению территории пляжа Анапы. Четыре программы развития образования, дети Анапы, развитие ЖКХ и топливная программа рискуют остаться в теории. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина рекомендовала до 25 января предоставить план график на заявки. Предупреждаю, уважаемые коллеги, не только заместители, всех строительство новых учреждений, новых зданий, капитальные ремонты корпусов и так далее, и так далее. Будете сидеть по полугодию, даже по первому кварталу. Я сделаю очень серьезные выводы. Мониторинг дорожного сервиса, классификация объектов размещения, контроль за правилами торговли в городе, задача на неделю для специалистов управления торговлей и санаторно-курортной отрасли. Кроме заявленных, еще одно задание озвучили на планерке. Все некапитальные объекты, киоски и палатки должны быть демонтированы и вывезены в день, когда заканчивается договор аренды.